Очень интересный и близкий матч. Получился с МБА. Наверняка и ждали, что легко не будет. Тем не менее, поделитесь впечатлением. Скажу сразу, скажу прямо и скажу максимально откровенно. Мы здесь для того, чтобы завоевывать куб. Мы не испытываем нерадости, не испытываем эйфории. Мы сделали свою работу. Сделали лишь первый шаг на пути к нашей задаче. Первые три четверти сегодня сложились далеко не просто для «Зенита». В чем причина, на ваш взгляд? Мы скажем прямо, команда Василия Николаевича всегда показывает агрессивный баскетбол. Всегда показывает баскетбол на стандарт. Всегда показывает баскетбол с большим количеством бросков. Ребята молодые, ребята заряженные, ребята знают свое дело. При всем уважении не так просто было найти ту ротацию, поскольку правила кубка несколько другие. Это ни в коей мере неоправдание. Это то, что мы сегодня видим. Было немножко нервно, были ошибки. Так или иначе, мы смогли проконтролировать подбор в неподвижении. Мы забили свои броски. Мы активно прочились в защите. И это стало ключом к победе, в конце концов. Вы сегодня выходили на паркет «Зенита» в качестве франги хозяина финала. Города, который впервые принимает такой турнир. Это как-то, не знаю, вряд ли вам волнение добавлено? Может быть, ответственность? Насколько я знаю, это может быть первым кубком России для «Зенита». Повторюсь, это наша цель. Ну и скажу о том, что ребята уже привезли кубок. Осталось сделать совсем немного и оставить его здесь. Мы будем исключительно рады. Мы для этого работаем. Все наши рукавы станут вечно, наш тренерский штаб. Да и все болельщики ждут этого момента. Я надеюсь, что мы сделаем это уже после завтра. Возможно, это первый кубок для «Зенита», но не первый кубок для вас. В чем привлекает, чтобы на спасение себе записать второй кубок России вечно? Третий. Третий. Все хорошо. Я думаю, что нужно хорошо восстановиться. Нужно провести работу над ошибками. Нужно понять, разобрать соперника. Использовать наши сильные стороны. И играть в хороший, качественный скинбол. Дмитрий, после третьей четверти «Зенита» выступал в счете. В четвертой, и внешне включил шестую скорость и довольно легко выиграл. Что-то кардинально поменяли в перерыве в последнем? Или все было под контролем вплоть до последнего перерыва? Можно долго, вероятно, рассуждать, легко это было или нет. Во всяком случае, это спорт и это игра. В первую очередь, это игра ошибок, тактики и стратегии. На этом я заострю внимание, поскольку, несмотря на все ошибки, которые мы допустили, мы придерживались своего плана на игру. Мы верили от начала и до конца и выполняли свои задачи. Каждый знает свой роль. Каждый знает, что ему нужно делать на площадке в тот или иной момент. Команда была друг за другом. Мы проявили характер, полю и не сломались. Думаю, это самая важная составляющая для любой команды, для любого коллектива. И в первую очередь, для коллектива, который ставит перед собой максимальные цели и задачи. Спасибо. Спасибо.